Добрый день! Сегодня мы с вами на православном канале Экзегет. Продолжаем такой небольшой цикл наших бесед, посвященный арабам до ислама. И рассказываем о прошлом арабских народов, которые на самом деле в своей истории оказываются достаточно тесно связаны с христианской верой и с судьбами христианской святой земли и Византийской империи. Ну и сегодня мы с вами поговорим о двух таких крупных родах, двух таких крупных государствах, которые существовали именно времена, непосредственно предшествующие уже появлению на исторической арене ислама. Это государство, арабское государство гасанидов и арабское государство лахмидов. На самом деле оба эти государства были христианскими, но одно из них, гасаниды, целиком и полностью тяготело к орбите христианской Византийской империи, а другое, лахмиды, являлась клиентом, являлась, так сказать, проводником на Востоке политики сасанидской Персидской империи. Оба эти государства возникли примерно в III веке по Рождестве Христовым и, подобно Набатеям, которые вышли с Аравийского полуострова и расселились в других местах, клан гасанидов, племя гасанидов или Бану-Гасан, также вышла из Южного Йемена, когда там начались всевозможные какие-то такие сложности и гонения, и в результате нашла свое пристанище на территории современной Сирии и Иордании, а отчасти, в общем-то, и Израиля, вот на тех самых голландских высотах, о которых мы с вами говорили. Именно там находилась их столица Джабая или Джабия, в которых сейчас даже, в общем-то, до сих пор не раскопаны и не изучены, к сожалению. И вот в этих областях, от Мертвого моря, по берегам Иордана, по горам Идумеи, и в северной части Аравийского полуострова кочевали вот эти арабы-христиане, относившиеся к племени, к державе гасанидов. Их первым царем легендарным называют Джафту, он положил начало большой царской династии, которая насчитывала около двух десятков имен правителей, и более того, дала свои побеги. И в намного более далекие времена и семьи государства, вплоть до наших времен, до сих пор существуют арабские династии, арабские семьи, которые проводят свое родство с вот этими самыми гасанидами, являются потомками этого царского рода. Но дело в том, что вообще на вот эту христианизацию арабских племен, с одной стороны, достаточно сильно подействовала, конечно, Византия. Однако это воздействие было как положительным, так, к сожалению, и отрицательным. Поскольку Аравия была такой пограничной областью Византии, и туда, как мы знаем, ссылали всевозможных еретиков, государственных преступников, ну, например, знаменитый хулитель Пресвятой Владычицы Богородицы, Несторий, автор, можно сказать, ереси Несторианства и бывший патриарх Константинопольский, вот он оказался сослан как раз-таки в эту самую Аравию, где и погиб, как свидетельствует, жития святых и предание церковной истории от какой-то болезни, видимо, являвшейся такой крайней степенью рака языка, когда, как говорят православные авторы, язык его оказался изъеден червями, подобно как у царя Ирода Агриппы, хулившего бога и превозносившего себя самого. Вот этот хулитель Пресвятой Богородицы также погиб от собственного языка, но, по всей вероятности, успел нанести им достаточно вреда на Аравийском полуострове. По крайней мере, многие из арабов, которые исповедовали в это время христианство на Аравийском полуострове, относились именно к течению нестарианства, и затем это течение нестарианства получило свое распространение не только в Сирии, откуда оно широко распространилось, но и достигло пределов Средней Азии и даже Китая. Многие, так сказать, лидеры современных Среднеазиатских республик, изображенные на их банкнотах, на самом деле были отнюдь не мусульманами, а нестарианами, как и примерно треть всей аристократии Золотой Орды, которая, в общем, также представляла из себя нестариан по вероисповеданию. Все это, к сожалению, явилось впоследствием вот такой политики Византийской империи по вымещению еретиков на окраины, но потом с этих окраин оно и получило вот такой далеко не всегда приятный и служащий процветанию империи ответ. Ну, подобную историю также и большое количество других еретиков распространилось в Йемне, распространилось в Аравийском полуострове среди его населения. Сильное было влияние также иудаизма в какой-то момент, в особенности на так называемое химьеритское царство. А также, как ни странно, было очень сильное воздействие Эфиопии. Сейчас для нас это такая тоже практически терра инкогнито христианская Эфиопия, когда-то процветающая христианская держава, исповедовавшая Христа в союзе с Эзотийской империей, боровшаяся с радикальным иудаизмом, распространившимся на Аравийском полуострове. И, в общем-то, очень сильно способствовавшая тому, что население Аравии, предки современных арабов, активно крестились и принимали христианство, православие. Но, правда, формы этого христианства зачастую были очень различными, далеко не всегда чисто православными. Много было, как мы уже говорили, и еретических направлений там. Вот к числу христиан-мучеников, пострадавших в Аравии до ислама, относятся как раз-таки и христиане вот этого химьярского царства, пострадавшие от рук иудейских фанатиков. Мы об этом как-то уже говорили. В их числе пострадали 300 воинов-эфиопов, которые держали оборону и следили за тем, чтобы химьярское царство продолжало исповедовать беспрепятственно Христа, но были таким совершенно вероломным образом уничтожены иудейским царем Зунусвой, который узурпировал трон вот этого химьярского царства. Затем в Нарджане, христианской столице этого царства, он уничтожил священномущеннику Арефу, и с ним 2500 христиан, причем очень таким жестоким образом. И память их совершается 24 октября, этих аравийских мучеников. И так мы видим, что представления о арабах, мусульманах, весьма преувеличены, на самом деле много достаточно святых, в том числе и оставивших нам свои имена на нашей почве, и в нашей культуре, на самом деле происходили вот оттуда, с аравийского полуострова. Но вот эти гонения, которые возникли в химирийском царстве, способствовали тому, что очередная волна иммигрантов из Йемена усилила позиции и вот того самого гасанитского государства, о котором мы начали говорить, кто такие были эти гасаниды, по сути, в общем-то, это был такой византийский вариант арабского казачества. Мы как-то вот все привыкли береть свои истории и смотреть через ее призму на все, так сказать, происходящее в мире, а на самом деле очень многое было изобретено задолго-задолго до нас. И вот такое явление, по сути, как казачество, оно активно использовалось, применялось, покровительствовалось византийской империи. Только византийцы называли своих казаков не казаками, естественно, это слово тюркское, а, например, стратеотами. И к числу этих самых стратеотов относились в определенные периоды истории Византии, например, армяне, которые достаточно активно охраняли границы Византийской империи с оружием в руках, и любые другие народы, которые нанимались Византии на таких совершенно особых условиях, на тех же условиях, на которых существовало и наше южно-русское или украинское казачество. Казачество или стратеоты в истории Византии – это было население пограничных областей, которое освобождалось от налогов в обмен на обязанность вооруженной охраны тех земель, которые им предоставлялись византийской империи, и защищая свои собственные границы, свои собственные пределы. Они таким образом заселяли, таким образом и, с одной стороны, защищали и лежащие дальше более мирные области самой Византийской империи. Кроме того, они проводили колонизацию этих достаточно диких земель. В общем, несли все те же функции, которые несло впоследствии наше российское казачество. Вот такими арабскими казаками для Византийской империи явились как раз-таки гасаниды. Бану-гасан, как сами они себя называли. Это было такое воинственное племя, которое и возделывало землю, и посло верблюдов, и разводило лошадей, и в то же время с оружием в руках отражало постоянные нападения и воинственных каких-то иудеев, самаритян, и в первую очередь, конечно, вассалов Персидской империи и, собственно, персидские войска, которые могли покуситься на целостность Византийской империи в то время. Основным противником гасанидов, как мы уже говорили, в то время являлось государство Лахмидов, Либану-Лахим, столицей которой было город Хира. Надо сказать, что именно в этой самой Хире, именно вот этими Лахмидами, Лахманидами, было изобретено то, что мы сейчас с вами знаем как арабский алфавит. Вот те самые крючки и червячочки, на котором печатают арабские газеты, арабские тексты, на котором, так сказать, напечатаны в нашем представлении Коран, это как раз-таки заслуга Лахмидов, именно в Хире, и была вот эта современная форма лахмидского, арабского языка разработана. До этого арабы пользовались, во-первых, набатийским письмом, и, надо сказать, еще Лахмиды и гасаниды вовсю и широко использовали именно набатейское письмо. Сохранилась надпись Умр-Илькейса, как раз-таки правителя, основателя государства Лахмидов, вернее второго царя из этой династии, где он провозглашается царем всех арабов, всех аравийцев на набатейском языке, на набатейском наречии эта надпись написана. В то же время существовало и южноарабское письмо по форме более близкое, скажем, но вот современному эфиопскому алфавиту. А вот то, так сказать, письмо, на котором уже впоследствии записывались писания Магомета, его, так сказать, вернее, откровение, сам Магомед по всевероятности был неграмотен, оно было создано вот в этом лахмидском государстве. Но, тем не менее, несмотря на то, как можно было бы подумать из того, что лахмиды были такими противниками Византийской империи и вассалами, и империи сасанидов, лахмиды в значительной своей степени являлись как раз-таки христианами. И Умр-Аль-Кейс, их правитель, как раз-таки был человеком, одержимым одной идеей, одной исторической мечтой – объединить всех арабов на основе христианства. Этому он посвятил свое краткое правление, но, к сожалению, неудачно и вынужден был бежать. Но впоследствии правители лахмидов по большей части были христианами, хотя, ну, несколько так, скажем, снисходительно относились к сабииским языческим верованиям многих входивших в их составы государства народов и племен, которые, как мы говорили, еще в IV и даже VI веке приносили человеческие жертвы у Каабы вот в этом культовом центре Мекки, который сейчас является главной святыней мусульманского мира. Итак, Гассаниды и Лахмиды – два государства-конкуренты. Одно использовалось как буферное государство персами, сассанидами против Византийской империи, другое использовалось как аналог такого казачества Византийской империи, тоже как клиентское такое образование, как клиент Византийской империи. И вот также, так сказать, мы говорили о том, что влияние Византии на население Равийского полуострова было как в отношении распространения христианства, как благотворным, так и тлетворным. Благотворную сторону этого влияния оказывала как раз-таки деятельность монахов-отшельников, пустынников. Они, породы своей деятельности, чаще всего как раз-таки сталкивались с этими самыми сарацинами, с этими самыми странствующими по пустыне племенами, родами. И они-то как раз-таки достаточно часто обращали их в христианство. Так, например, один из таких вот знаменитых отцов раннего христианства 4 века, Епифаний Кипрский, Соломинский, современник, более старший Иоанна Златоуста и ученик преподобного Илариона Великого, несколько лет пробыл в плену у одного из таких бедуинских племен, которая его захватила и водила с собой. Он за это время умудрился обратить его в христианство, однако вынужден был потом его покинуть, потому что бедуины просили его оставить их племя, поскольку им было просто стыдно заниматься своими обычными разбоями и грабежами, которыми они посвящали основной, собственно, род своих занятий и основное свое время в присутствии такого святого человека, которым был Епифаний. Вот, и он их покинул, ушел к своему учителю, создал монастырь вот в этом селении в Садук, а тем не менее его духовные чадо продолжали приходить к нему за духовным наставлением и советом и, по крайней мере, внешне продолжали носить на себе имя христиан. Обращение целого племени, видимо, относившегося также к союзу гасанидов, зафиксировано в житии преподобного Ефимия Великого. Преподобному Ефимию было одному, вернее, так сказать, из вот этих арабских принцев, который тяжело заболел, было открыто, что исцелит его никто иной, как отшельник преподобный Ефимии. Его отец привез умирающего сына к отшельнику, и тот исцелил, а в благодарность все племя вот этого исцеленного принца и его отца приняло христианство, поселилось в непосредственной близости от монастыря преподобного Ефимия Великого, и сейчас там даже до сих пор при раскопках обнаружены строения, которые по всей вероятности служили за пределами собственного монастыря, которые служили убежищем и пристанищем для вот этих вот крещеных, обращенных в христианство арабов молитвами преподобного Ефимия Великого, его сопустника преподобного Феоктиста, в житии которого также присутствует вот этот эпизод и окормление им арабов, бедуинов, которые в то время уже достаточно беспрепятственно проникали на святую землю, скитались по ней, хотя это IV век, но в том числе, как мы видим, мы принимали христианство. Сами гасониды, конечно, практически поголовно исповедовали христианство, причем в разных его видах. Многие относились к так называемым мелкитам, к такому вот сирийскому еретическому направлению в христианстве. Часть исповедовали вполне, так сказать, ортодоксальное, вполне верное канонам православия. Но и лахмиды подобным образом также зачастую являли в своих вождях, в своей аристократии образцы и примеры абсолютного следования и чистейшему православию, без всяких примесей, монофизитства, миофизитства, нестарианства или каких-то любых других еретических таких вот учений и движений. Но, к сожалению, в VII веке и гасонидское царство, и лахмидское оказались уничтожены и разрушены их внешними, а затем и, в общем-то, внутренними врагами. По гасонидам первый удар нанесла, собственно, сама же Византийская империя. Она устранила в попытках как-то обуздать этот, ну, вот такой казачий, по своей сути, вольнолюбивый народ, каких-то таких излишних вольностей, которым они были подвержены, привержены, лишила их царских титулов. И в VI веке на какое-то время они были превращены просто в одну из таких византийских окраинных провинций. Однако в скорости с возобновлением угрозы сначала персидского вторжения и, соответственно, лахмидского, а затем и мусульманского, царство гасонидов на какое-то время вновь было восстановлено. В 636 году, во время празднования Пасхи, на неготовых к нападению лахмидов совершили рейд войска новоиспеченного пророка Магомеда, его последователей, которые захватили празднующих Пасху, неготовых к нападению гасонидов врасплох и вынудили их либо принять ислам, либо погибнуть, быть физически уничтоженными. Гасониды собрали, успели собрать силы. В 636 году дали последнюю битву наступающим арабам на реке Ермук, но потерпели сокрушительное поражение и впоследствии были рассеяны по всей Византийской империи. И вот они-то как раз-таки и слились с впоследствии арабоязычным тоже населением бывшей Палестины и бывшей Сирии, присоединившись к мелкицким, к мароницким общинам сирийским, присоединившись к христианам и сохранившись в них, так сказать, используя тот же арабский язык, но скрывая зачастую свое происхождение. Хотя еще вплоть до нашего столетия, еще в 20-м, даже, может быть, 21-м веке, например, в Юфлиеме живет две семьи, которые возводят свою родословную именно к царскому роду Гасонидов. И вообще этот род не угас, на родство с ним претендовали и мусульманские правители, и орданские правители. И надо сказать, что один из византийских императоров, а именно Никифор I в самом начале IX века короновался на престол Византийской империи. То есть во главе Византийской империи встал православный христианин-араб, который при этом при коронации использовал имя Джафны, царя, бывшего основателем династии Гасонидов. Но эта династия, которую попытался возродить в своем царствовании Никифор I, она не получила своего развития в этот бурный век и ушла с исторической арены после десятилетнего правления Никифора Византийской империи. Что касается Лохмидов, то тяжелейший удар нанес им, как мы говорили, персидский царь Хасрой II Парвис. Именно тот самый царь, который сначала разгромил Лохмидов христиан на Аравийском полуострове, а затем вторгся со своим сокрушительным нападением и в святую землю, в Палестину, где захватил и разграбил все ее области, включая Иерусалим, увел в плен патриарха Захарию, который сопровождал великую святыню Креста Господня, которая тоже на 13 лет оказалась похищена из пределов христианского мира и перенесена для хранения в Сасанитскую Персию, Сасанитский Иран. Но, собственно говоря, кончина Хасроя, так же, как его державы, достаточно быстро случилось. Император Ираклий разгромил персов, разгромил иранцев в войсках Хасроя, захватил столицу, освободил Крест Христов, но истощил ресурсы в этих бесконечных войнах и Византийской империи, и Сасанитского Ирана, сделав оба эти государства легкой добычи для полчищ последователей Магомета, которые тоже, в общем-то, нанесли последний сокрушительный удар государству Лахмидов на Аравийском полуострове, а затем завоевали и огромные пространства бывшей Византийской империи, бывшей Персии, и, в общем-то, подчинили себе значительную часть тогдашнего мира. На этом кончилась история христианской государственности арабов. Дальше мы имеем дело уже с народами, которые приняли арабскую культуру, приняли арабский язык, но в ряде случаев сохранили христианскую веру в значительном ряде случаев. Далеко не все наклонили свою выю под иго ислама, хотя история многих таких вот племен и народов оказалась довольно трагичной. Очень трагичная, например, была история тех 400 семей, которые были выходцами на самом деле из Румынии современной, из Даки. Это были так называемые бесы с двумя эс, один из первых славянских народов, который принял христианство, и которые император Иштинян I, 400 семей вот этих крещенных славян, направил на охрану крепости, которую он устроил для защиты монастыря святой Екатерины на святой горе Синай. Вот, сделав такой царский подарок, возведя казавшиеся неприступными стены, которые могли обезопасить монастырь от нападения кочевников, бедуинов, он придал и вот такую вот гвардию, такую, ну, поскольку это была пустыня, и местного населения там не было, он устроил там и поселение вот этих вооруженных, тоже своего рода славянских казаков, таких, да, вот византийских, которые должны были охранять монастырь и в то же время возделывать какие-то его окрестности. Естественно, что они также, как и монахи монастыря, исповедовали христианство, но, безусловно, восприняли и арабский язык, как язык значительной части того населения, среди которого они существовали. Вот их история также была чрезвычайно трагичной, когда войска мусульман захватили, Синайский полуостров захватили монастырь Святой Екатерины, то вот эти христиане, арабизированные христиане, жившие на Синае, также были поставлены перед выбором либо принять ислам, либо погибнуть. И надо сказать, что часть из них значительная сопротивлялась до последнего и готова была умереть, но не предать свою веру. А часть оставшихся в живых женщин и детей, и стариков, которые не могли сами уже биться за свою веру, нашли свою смерть, бросившись с крутых утесов, окружающих монастырь Святой Екатерины скал, и погибли как мученики за веру, хотя и вот, так сказать, таким путем, но понимая, что иного выбора у них нет. Либо они будут убиты фанатичными мусульманами, либо будут принуждаемы к отказу от своей веры. Вот, так сказать, тоже одна из таких трагичных страниц вот этого завоевания. И сейчас до сих пор в монастыре Святой Екатерины несут свою сторожевую службу местные жители, которые давно превратились по своему образу жизни в бедуинов, но которые являются потомками вот этих давних выходцев из Дакии. Однако теперь, когда наступает время намаза, они перед мечетью, которая построена внутри самого монастыря, православного монастыря Святой Екатерины, расстилают коврик и совершают пять раз вот это свое моление. При этом продолжают с VI века нести службу по защите, по, так сказать, обслуживанию монастыря Святой Екатерины и каких-то его таких житейских нужд. Вот эти бедуинские семьи, уже став мусульманами, тем не менее хранят свое изначальное такое предназначение с таких давних времен. Ну и подобным же образом многие из потомков хлахмидов и гасанидов нашли свое пристанище на Ближнем Востоке, смешались с другими христианскими народами, зачастую приняли ислам, зачастую сохранили арабский язык и свою арабскую идентичность, но при этом сумели сохранить веру. И поэтому мы видим, что вот этот вопрос о том, кем же являются арабы, все ли, так сказать, они мусульмане или наоборот все, кто не мусульмане, не являются арабами, хотя говорят на арабском языке и являются носителями в той или иной степени арабской культуры, он, в общем-то, представляется таким далеко неоднозначным. Мы видим в истории множество арабов-христиан и множим до ислама, и в то же время встречаем среди тех народов, которые приняли арабскую культуру, и действительно этнических арабов, которые сохранились в этой среде для того, чтобы сохранить свою веру, пожертвовав отчасти своей принадлежностью к, так сказать, чистокровным арабам, тем, которые приняли проповедь Магомета, пошли за нею, понесли знамя новой религии до самых последних пределов тогдашней Айкумены. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok